Татьяна Фельгенгава, радиостанция «Эхо Москвы». Где вы сейчас? Я вас не вижу. Я здесь, но меня не очень видно, потому что я... Дай вам Бог здоровья, надеюсь, у вас все хорошо. У меня вопрос о ситуации с верховенством права в Российской Федерации. Мы видим две разные правовые реальности. В одной активно работает настоящая репрессивная машина, когда возбуждаются уголовные дела по репостам, смс-кам. Когда в тюрьме сидит по необоснованным абсолютно обвинениям, это доказано в ЕСПЧ, Олег Навальный, когда идет дело Кирилла Серебренникова и в СИЗО держит Алексея Малобродского. Мы видим другую правовую реальность. В ней убит Борис Немцов, а Руслана Геремеева не допрашивают, потому что следователя просто не пустили. Не допрашен Андрей Турчак по делу о покушении на журналиста Олега Кашина. Игорь Сечин, глава Роснефти, не является в суд на вождейший процесс по делу Алексея Улюкаева, игнорируя все повестки. И любого другого гражданина наверняка принудительно доставили бы в суд, потому что это неуважение к суду. Однако Игорю Сечину это все сходит с рук. Собственно вопрос, о каком верховенстве права мы можем говорить, если в нашем государстве существуют разные правовые реальности. Я согласен с вами, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. Что касается Сечина и его неявки в суд, если здесь есть какое-то нарушение закона, то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Но насколько я себе представляю, я безусловно интересовался, потому что видел реакцию общественности на этот счет. закон здесь ни в чем не нарушен. И, как полагает следствие, достаточно собрано материала, в том числе и показаний самого Сечина. Но я не могу с вами не согласиться в том, что Сечин мог бы и прийти в суд. Чего здесь такого-то? Мог бы повторить все то, что он излагал в ходе предварительного следствия и допросов. Ну а по поводу того, что кто-то сидит, и вы считаете это необоснованным, вы считаете необоснованным, а органы следствия считают обоснованным, решить спор в таких случаях может только одна инстанция. Суд нужно будет укреплять и дальше судебную правовую систему. Да.